Добрый день, уважаемые зрители нашей онлайн-трансляции! В Рязани в последний день лета стартует седьмой тур женской суперлиги. Сегодня здесь клуб с одноименным названием на стадионе «Спартак» примет «Бермскую звезду 2005». Ну и состав играющих команд перед нами после стартового свистка. Будем озвучивать и знакомить вас с сегодняшними схемами. И вот он стартовый свисток. Стартовал матч в Рязани. Это первый матч седьмого тура. Осталось последним защитником. Вот смотрим мы на подачу в штрафную. Здесь Синютина была первая мяча, но мало могло у него на участие в игре. В ближайшее время точно не сможет нас подача и удар! Ох! Ну здесь положение внутри, конечно же, было. Если не ошибаюсь, по-моему, Милена Никитина оказалась там в офсайде. И несмотря даже на то, что она пропускала мяч и не пыталась участвовать в эпизоде, но обзор она Маргарите Широковой закрывала. И гол, наверное, даже если бы мяч оказался в створе, то гол, наверное, защитывать нельзя. Здорово! И удар поворота! Неплохая атака совершенно неожиданно потеряла мяч Фетисова. И сразу же решила вложиться в этот удар Кристина Хорошева. И чужих то и ворот, и то и в другой команды. А вот контратака неплохая может получиться. Здорово по центру Кристина Хорошева. И пас хороший на Акимову. Удар! И реагирует на этот удар поворотом Маргариты Широковой. Хотя мяч, наверное, все-таки не в створ шел. Ну что ж, еще один момент мы видим у ворот Маргариты Широковой. Второй опасный момент, который завершился ударом. Правда, не в створ, опять же, но логическим завершением. Активно все-таки атакующая Ленина. Немножечко она зацепила все-таки мяч Ларина. Обокрали ее. Хорошая позиция для удара. И вновь удар от Порошевой в створ. Но не так опасно, как, наверное, хотелось болельщикам из Перми. Красиво Лазаревич сейчас разбирается с двумя спортсменками. Пас на Вукович. Дальше протягивает Мария. И бежит Лазаревич опять забивать, наверное, и первый мяч в этой встрече. Нет. Здорово, Дагаре. Зварич стоит похвалить. Ну, прекрасная игра в исполнении Ирины Зварич. И, конечно же, сейчас все аплодисменты ей. Именно она позволяет сохранить счет на дабло неизменным. На контратаку Перми, здесь Курочкина. Вот матч, что мы, можно сказать, наныли опасный голевой момент. Отправила футболисток на перерыв. После первого тайма Рязань ВДВ играет в ничью в Рязани со звездой 2005. Видели мы один голевой стопроцентный момент. Но мяч в сетке ворот так и не оказался. Цибутович не успевает к мячу. здесь кипяткова хорошо успела урочкина удар до дистанции на баргарита широкого даже глазом не моргнула тем не менее очередной удар сбор цибутович не успевает к мячу здесь кипяткова хорошо успела курочкина удар до дистанции на баргарита широкого наверное рассказать что привыкли к игре марии букович футболистки соперница это хороший момент курочкина пас вперед сама хорошего по-моему подачи на дальнюю штангу и удар поворотом перекладина опасно милена никитина защитница да действительно самый опасный момент смотрим и повтор хорошая подача от любови кипятковой и удар противоход до широкого до широкого этот мяч не вытаскивала повезло сейчас звезде 2005 точнее рязани выдувает вас хороший следует александр лазаревич на принимает мяч оставляет нас туриева и туриева что придумает сама идет на троих соперников под правую ногу убирать закручивает ах не хватило подкрутки немножко и замена 60 пауза у нас затягивается какая-то беседа с участниками этого эпизода подача на дальнюю штангу удар поворота посмотрелось но прямо в руки присутствует все также две футболисты то есть чтобы тебе не оправдал что спускать так подача и вот здесь удар еще один воротом ирины зварич надежда колтакова его наносила наши удивительно что был такого в этом эпизоде опекала кипяткова в общем все пока что очень точно вплоть до этой секунды есть уже перехват и возможности рязани в д.в. что-то придумать длинный заброс на лазаревич покажет александра скорости вот момент если что придумает саша не получается здесь нужно вставать не было здесь нарушения по правил по мнению арбитра разводит руки в стороны георгий шибаршин недоволен он решением арбитра конечно же но на этом все что ж фиксирует главный арбитр сегодняшней встречи надежда горинова ничейный результат счет 0 0 много борьбы были опасные голевые моменты но реализовать их командам не удалось в следующем туре это уже будет второй круг футбольный клуб